всем привет а итак я показал в предыдущем уроке как восстанавливаться систем баком как можно скачать копию авторской сборки и систем баком значит установить ее на жесткий диск компьютера значит вот еще раз хочу напомнить о программе систем бак вот у меня на третьем разделе жесткого диска расположена настроенная винда десяточка и я значит делаю копию ее значит на диск д расположены у меня на жестком диске значит вот с такими параметрами на запись текстового описания образа разрешить перезапись образа сохранение загрузочной записи раздела и вот посмотрите для винды я делаю всегда значит вот только один стандарт сжатия gzip стандарт вот он с десяткой работает лучше всего здесь дается значит название образа для восстановления у вас если там семерка восьмерка поставить просто другие цифры вот и значит я это делаю вот сохраняя сейчас на другом разделе своего жесткого диска а затем значит мы просто-напросто возьмем и восстановим удалим значит а третий раздел просто его переформатирую и затем значит просто-напросто возьмем и на него восстановим десяточку но естественно затем проверим вот таким вот образом ну ладно значит немножко подождем и начнем наши эксперименты значит вот я сохранил программы qt5 фс-архивер десяточку с третьего раздела на шестом разделе своего диска но давайте посмотрим программа заняла 21 гигабайт затем значит загрузочный файлик там на 512 гигабайт ну и краткое описание все то же самое да показать вот смотрите то что как говорится здесь написано вот что здесь написано имя раздела sda3 значит нтфс видосовский формат значит размер размер было ну считайте 70 гигабайт раздел занят был на 33 гигабайта сжатие сжатие стандартное предполагаемый размер 12-25 но на самом деле как говорится получилось несколько больше получилось около 21 гигабайта но тем не менее вот посмотрите на что мы сейчас будем делать то есть находясь на линуксе имея эту программу вы можете практически архивировать любой раздел жесткого диска и потом на него значит восстанавливаться проведем такой скажем очень жестокий эксперимент вот у меня значит имеется таблица разделов я попробую сейчас этот раздел просто взять и отформатировать его по новой нтфс вот таким вот скажем жестоким способом ну для целей как говорится обучения этого будет я думаю что достаточно видите да на разделе сейчас практически там ничего не осталось там крошечки остались там 60 мегабайт ну скажем так это уже мелочевка теперь значит я запускаю программу вот опять фс архивер парольчик вложу единичку и теперь значит у наша задача восстановить раздел вот восстанавливаем восстанавливаем куда теперь значит ищем откуда значит у меня по-моему там на шестом разделе все это дело было вот диск д папочки вот восстанавливаем десяточку практически ну что ну выставлю я там четыре процессора своих и нажму на кнопочку восстановить раздел и пусть она себе его потихонечку восстанавливает итак восстановление закончилась ну вот здесь информация о том что было восстановлено нажмем на окей ну что у нас критерий всегда один проверяем на практике я сейчас перезагружусь и вам сообщу на смог я загрузиться с винды или нет если нет то затем зайдем вот сюда и попробуем еще восстановить загрузочную запись итак как видите на я загрузился на значит с винды которую мы восстановили ну практически все как и было то есть еще раз могу подтвердить что программа Qt5 fs-архивер работает нормально поэтому значит у вас в руках такие вот мощные средства архивации архивации и восстановления как Acronis SystemBug и Qt5 fs-архивер ну ладно перейдем снова на линукс итак значит я проверил как работает Qt5 fs-архивер работает нормально но если бы даже что-то не пошло я бы мог попытаться еще вот что сделать а если бы допустим винда не грузилась восстановление раздела пиватор ну вот была еще так сказать загрузочная запись вот восстановление таблицы разделов вот восстановление таблицы разделов вот вот восстановление загрузочной записи и указано куда на значит жесткий диск на sda вот просто нажимаете вот сюда на восстановление и у вас значит ваша загрузочная запись восстанавливается все вот эти вот видео уроки которые я сделал для начинающих вот по программе чай 3 о том как скачать проверить и установить как делать бэкапы вот программа system bug qt5 fs-архивер затем значит вот как загружаться с флешки как ставить официальные образы и настраивать авторские сборки в этом значит видео уроке я просто еще несколько раз еще заострил ваше внимание на работе с программой qt5 fs-архивер то есть если вы начинающий пользователь если вы не хотите наделать каких-то там ошибок ну в первую голову значит лезть во все значит все эти сложности без наличия дополнительного внешнего жесткого диска куда вы можете скопировать все необходимые данные и заархивировать их при помощи программы qt5 fs-архивер acronis или system bug нечего как говорится и делать вам там потому что вы можете просто испортить ваш жесткий диск и поиметь кучу проблем а если что у вас все будет сохранено то вы в любой момент значит всегда сможете восстановиться значит вот это основная как говорится моя задача чтобы ну хотите вы посмотреть там как работает там там или иная операционная система да ради бога но только перед этим всегда имейте имейте как говорится архивированные ну имейте бэкапы то есть резервные копии чтобы всегда можно было восстановиться вот практически и все и я считаю что вот эти вот пять уроков для начинающих их будет вполне достаточно для того чтобы вы могли самостоятельно установить себе любую операционную систему и ее потестировать ну ладно я на этом прощаюсь желаю вам всего доброго и удачи и до новых встреч